Продолжаем программу «Рикошет» в прямом эфире Дэвидзен Радио и канала RTN. Гость сегодня общественный деятель, представитель республиканской партии Борис Пинкус. В этом часе принимаем ваши телефонные звонки. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь. И у меня два вопроса есть к Борису Пинкусу. Во-первых, я бы хотел ему сказать, что мне из его выступления очень понравилась его мысль о том, что Трамп должен уйти. И я вам скажу, почему. Дело в том, что Трамп является тем фактором, который отворачивает людей от республиканской партии. Я скажу сам по себе, что я вообще независимый. Все годы был здесь. Но меня до Трампа, во времена Рейгана, Буша-старшего, Буша-владшего, очень привлекали идеи республиканцев, особенно их жесткое отношение к России. При Трампе это все поменялось. Он привнес вот это вот, ну вообще такое поклонение путинизму, поклонение диктаторам. И это отвращает, понимаете, отвращает многих людей республиканской партии. Я считаю, что республиканская партия сделала бы огромнейший бы шаг к своему успеху, если бы публично бы изгнала бы Трампа из своих рядов и очистилась бы. Она бы сделала бы процедуру очищения от той миазмы, вонючей миазмы, знаете, в месте такого поклонения нацизму, которое было в исполнении Трампа. Потому что он, знаете, с приходом Трампа к власти подняли голову неонацисты в стране, белые супремастисты и так далее. То есть, понимаете, он очень сделал огромнейший вред для республиканской партии. И я считаю, что это прекрасно, что в партии есть огромное количество кандидатов. И я вам скажу, если вы изгоните Трампа и будете вообще о нем не говорить, это будет огромнейший плюс. То есть, по принципу, меньше говорить Трампа, а в Трампе больше будете иметь голосов. Это первый момент. И второй момент. Я тоже благодарю вас за поддержку Украины. И мне хотелось бы знать, что республиканская партия сделала для того, чтобы из партии каким-то образом, вернее, партии приструнить таких откровенных маргиналов. Я бы сказал, наверное, ну, сумасбродных, таких как Марджел Грин, Виктория Спарт, Рэн Пол. То есть, те, которые, он говорит, трамписты-путинисты. То есть, те, которые ратуют за дружбу с Путиным, за сдачу Украины и так далее. То есть, как это будет решаться в республиканской партии. И еще один вопрос, он более такой локального характера. Вы, Борис, я знаю, приняли непосредственное участие в том, чтобы один из переулков в Бруклине был назван именем Бориса Талеса. Но дело в том, что Борис Талес известен как ярый украинофоб. Он сталинист, поклонник Сталина, поклонник СМЕРШа, Берии. То есть, практически коммунист. Поклонник Путина, ненавистник Украины, ненавистник стран Балтии и так далее. То есть, и вы приняли участие в том, чтобы его именем был назван переулок. Скажите, можно ли это каким-то образом отыграть назад, снять это название? Потому что это просто настоящий позор. Я скажу. Игорь, я прерву вас, да. Потому что, во-первых, очень долго. Во-вторых, конечно, мы сейчас ответим. И мы не согласны с вашими словами о Борисе Талесе. Я думаю, что Борис сейчас свою точку зрения выскажет. Борис, да, пожалуйста. Я могу говорить так. Давайте начнем сначала меньше говорить о Трампе, больше голосов. Как вы читаете, как вы относитесь к этому высказыванию? Во-первых, я когда сказал, что Трамп — это глыба, Трамп оставил потрясающее наследие. И в ответ вот этому звонку, автору вот этого вопроса по поводу Трампа, я скажу, что Трамп — человек, о котором надо судить по его поступкам, а не по его словам. Трамп называл другом и Путина, Трамп и называл другом и Кима, вот этого коротышку президента Северной Кореи. Трамп называл другом и Си, президента Китая. И, тем не менее, действовал по принципу «мягко стелись, жестко спать». Например, по поводу того же Путина. Он закрыл два российских консульства именно из-за Украины. Он вышвырнул 60 российских дипломатов. Именно это сделал Трамп. Именно Трамп осудил Обаму, который посылал одеяло вместо оружия Украине и стал посылать джевелины. Это сделал Трамп. Именно Трамп осудил Северный поток-2. На этой основе он даже не общался с Меркель, которая поддерживала Северный поток-2. Это сделал Трамп. Именно Трамп сделал первую свою поездку не в Великобританию, как обычно принято в Америке по традиции, когда президент входит в Белый дом, первый его вояж – это в Британию. Нет, он поехал в Саудовскую Аравию по одной причине. Чтобы скинуть цену за баррель со 120 долларов до 40 долларов, он установил хорошие контакты с королем Саудовской Аравии, договорился и ОПЕК помогла в этом. Он скинул до 40 долларов. Это был мощнейший удар по карману Путина. Это надо знать об этом. Более того, Трамп вошел в историю, как он создал авраамовские соглашения, разбив тем самым арабскую стену, что помогло не только Израилю, но и нам, американцам, защитить наши интересы на Ближнем Востоке. Вот это одно из наследий. Плюс к этому Трампу удалось за последние 40 лет превратить Америку из импортера, энергоносителей, в экспортера. Это два. И третье, самое главное, он заложил основу в борьбе с ковидом. Он создал инфраструктуру, заключив контракты с двумя фармокорпорациями, которые стали вырабатывать вакцины. Это сделал Трамп. Честь и хвала ему за это. Я добавлю, нафта – это Мексика, Америка, Канада. Он пересмотрел договор. Превратил в новый договор, который был выгоден Америке и всем этим трем странам, особенно Америке, за что взять его, Кушнир, был награжден высоченной медалью высокого качества от президента Мексики. Я уже не говорю о том, что он пересмотрел налоговые тарифы с Китаем, за счет чего наша страна стала получать ежегодно по 350 миллиардов долларов прибыли. Это Трамп. Борис, я думаю, что не нужно продолжать по разным причинам. Во-первых, это берет очень много времени. Во-вторых, многие люди знают это. И опять же, многие люди считают это минусом Трампа. Потому что то, что вы показываете как бы с положительной стороны, многие люди считают это отрицательной. Но они не американцы. Если бы они были американцами и платили налоги, например, растили здесь детей и внуков, как это я сделал, тогда бы они оценили Трампа. Более того, я вам скажу, по поводу Бориса Талеса. Да Борису Талесу нет равных. Он патриот Америки, он патриот Украины, он, кстати, одессит, он был президентом одесского землячества. Сколько он помогал Украине, никто не помогал, особенно тот гражданин, который сейчас звонил. Это неправда. Понимаете? Поэтому Борис Талес – это величайшая фигура, это гордость нашей русскоязычной общины. И он вполне заслужил, чтобы одна из улиц носила его имя. Что я и сделал, проявив инициативу. И я горжусь этим. Спасибо большое. Идем дальше. 718-303-9090, телефон прямого эфира. Пожалуйста, выключайте радиоприемник или телевизор. Когда звоните в студию, мы готовы принять ваш звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Еще раз повторяю. Пожалуйста, включайте радиоприемник. Мы вас внимательно слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер, Артем. Я Эдвард. Меня зовут Эдвард. Эдвард, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер Борису Пинкусу. Вы знаете, я хотел бы обратиться к вам, Артем. В одной из передач один ваш слушатель назвал меня ублюдком. И не только меня. Я очень прошу вас, Артем. У вас очень интеллигентная и хорошая программа. Больше не позволять таким людям так вести себя в вашей программе. Эдвард, прошу прощения, если это было, но практически уверен, что такого не могло быть, потому что я не допускаю оскорбления, как вы знаете, в адрес наших слушателей или наших гостей. Вот это я удивился. А теперь вопрос Борису Пинкусу. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю программу. Четко, ясно расставляется все по полочкам. Просто приятно слушать. Сочувствуется, что человек серьезно в предмете. Это первое. Второе. Я хотел бы задать Борису следующий вопрос. Недавно Дональд Трамп объявил о том, что первое его движение, когда он войдет в Белый дом, будет отмена выдачи гражданства детям иммигрантов. Я задаю Борису Пинкусу вопрос. Ведь это гарантируется Конституцией Соединенных Штатов Америки. Одной из таких Конституции. Если я не ошибаюсь, это, кажется, 14-я статья. Как же Дональд Трамп? Разве он не знает Конституцию Соединенных Штатов Америки? Разве он не понимает, что он говорит? Ну, я вас полностью поддерживаю, что республиканская наша партия должна поменять вектор направления. Иначе мы просто потеряем еще минимум 8 лет. Нам нужен президент молодой, энергичный, которого поддержат не только республиканцы, но и огромное количество людей, которые сегодня еще не разобрались, за кого они будут голосовать. В случае, если пойдет Дональд Трамп от республиканской партии, мы опять проиграем. Это будет очень больно и обидно. Мага, несмотря на свою многотысячную аудиторию, никогда не побьет всех тех остальных, которые не против республикантов, а против Трампа выступают. Вот это я хотел бы услышать от Бориса Пинкуса. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Эдвард. Вот, кстати, вы сказали «мага», и я в этот момент подумал, а может быть, оставить этот лозунг, вот саму идею, а просто представить нового кандидата, более молодого, как вы сказали, под вот этот уже сформировавшийся стандарт. Борис, пожалуйста. Артем, я полностью согласен с вами. Оставить эту формулу «мага», в этой формуле ничего плохого нет. «Мага» – «make America great again» – это означает сделать Америку великой и в оборонном смысле, и в экономическом смысле, и в моральном смысле. Вот это разве это плохо? Ничего плохого нет. Я коротко отвечу на вопрос звонящего человека. Спасибо за вашу оценку наших эфиров. Я вам скажу одну вещь. Сегодня республиканка партия должна смотреть вперед, а не назад. Вот это очень важно. Почему? Потому что наше будущее связано с новой молодежью, которая сегодня пытается войти в элиту. Сегодня не так просто привлечь молодежь в политическую жизнь нашего общества. Десантис – один из них. Ники Хели – одна из них. Поэтому любой молодой гражданин Америки, который хотел бы посвятить свою жизнь вот этому поприщу, он должен быть поддержан. А наследие Трампа, оно великое. Он заложил основу, на которую, опираясь, можно развивать нашу страну. Молодым людям, молодым кандидатам. Такие как Десантис, Микки Хели, Майк Помпео и другие, кто может действительно возглавить нашу страну. Вот это мой ответ. 718-303-90-90, телефон прямого эфира. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Фаина. Я хотела поблагодарить сегодня за вашего собеседника. Прекрасные ответы, прекрасные рассказы о Трампе. Мы многого чего не слышали. А вот Игоря мы слышим больше четырех лет. Каждый день с утра до вечера. Этот человек не работает. Он, наверное, получает или от Сороса, или от кого-то другого. Давайте не будем тратить время на обсуждение других. Как же таких людей вы снимаете тысячу раз и каждый день снимаете одного и того же трубку? Ну, он же все время одно и то же говорит только на Трампа. Больше ничего. Это же невероятно. Фаина, у вас есть вопрос по теме программы? Так, большое спасибо. Просто я хотела поблагодарить за передачу и сказать, что вот таких вот антисемитов не должно быть на наших программах. Спасибо вам за то, что вы слушаете или смотрите нас. Не за того, чтобы везли на Украину поехать и бороться, как все, как наши родственники поехали. Этот сидит с 7 часов утра до 9 вечера, потому что на еврейском радио он тоже выступает против Трампа. Фаина, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. 718-303-9090, телефон прямого эфира. Давайте, хотелось бы услышать вопрос или какой-то, как минимум, комментарий. Пожалуйста, добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, Боя говорит. Я хотел бы все-таки разобраться с вопросом и ответом по поводу детей-мигрантов. По-моему, никто не предлагает не давать гражданство детям-мигрантов. Речь идет о том, что необязательно давать гражданство по праву рождения на территории Соединенных Штатов, если я ничего не путаю. Потому что это очень важно. Вы правы, вы правы. Речь идет о том, что гражданство дается сейчас, предоставляется по месту рождения. И вот именно это хотел бы отменить Дональд Трамп. Но, опять же, это так или иначе касается Конституции. Да, безусловно. Это непростой процесс. Я даже не уверен, что это возможно. Но нельзя просто смешивать грешное с праведным. Потому что человек, который не родился на территории, вернее, родился на территории Штатов, если у него все потом с семьей законы получается, он может потом получить гражданство, как мы его получали, как ребенок эмигрантов, если эмигранты легализуются. А так получается, что это какая-то такая безвыходная ситуация. Ну, короче, это оставим. Понятно, что просто уточнение. Но еще я хотел сказать, что, конечно, слова менее важны, чем действия. Но это, с точки зрения политики, это дает амуницию врагам, человеку, который пытается выдвинуться, стать еще более публичной фигурой, набрать голоса. Поэтому все-таки должна быть какая-то тактика тоже, кроме стратегии. Хорошо делать хорошие дела. Я попрошу вас задать вопрос, потому что время до рекламы остается мало. Все, я закончил. Закончили. Спасибо большое за звонок. Если мы можем еще принять один телефонный звонок до рекламы, пожалуйста. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Джозеф. Джозеф, пожалуйста, у вас всего 30 секунд. Да, у меня есть только один вопрос. Скажите, два, но один. Я знаю одно, что в 2020 году выборы были специфицированы. Это я уверен. Что делает республиканская партия сегодня и будет сделано на будущий год, чтобы этого больше не допустить? Какие действия принимает республиканская партия? Спасибо, я жду ответа. Джозеф, спасибо большое. У вас прекрасное имя, как у президента нашей страны сегодня. Борис? Могу говорить? Да, пожалуйста. Я думал, что мы потеряли связь с вами. Это хороший вопрос, потому что у многих избирателей сомнения в том, что будут честными выборы, и из-за того, что есть подобные сомнения, они предпочитают сидеть дома, вообще не голосовать. Это неправильно. Это неверно. Вы правы в одном, что наша избирательная система нуждается в реформе. Главное, что надо сделать, конечно же, усилить акцент на физическом участии избирателя во время выборов именно на избирательном участке. Есть очень много подозрений в том, что чем больше людей голосуют по почте, тем больше вероятность нарушений существующих законов. В этом проблема. Это, вернее, одна из проблем. Другая проблема – это обязательное ведение голосования для тех, только для тех, кто предъявляет удостоверение личности, фото-айди, так называемое на английском языке. Вот это надо сделать. Вот если мы две вещи эти сделаем, то есть ведем к минимуму голосование по почте, с одной стороны, а с другой стороны обязательно голосование с предъявлением удостоверения личности. Мы сможем значительно повысить вероятность точности голосования и повысить доверие. Борис, сейчас перернем на короткую рекламу, после нее вернемся и продолжим. Да. Вы помните? Вы все, конечно, помните. А если нет, дела башениах, и хватит вам уже бродить по комнате и нагонять ненужный страх. Скорей в ближайшую аптеку. Там мимофор на полочке стоит. Волшебным образом поможет и ум, и память сохранит. Мимофор. Израильские стопроцентно-органические капли для улучшения когнитивной памяти и концентрации внимания от доктора Шавит. Спрашивайте в аптеках города. Когда-то в Карпатских горах жили знахари и ведуньи. Они собирали травы и исцеляли людей. Но самое главное, они исцеляли человеческие души. Аллая Ярусалина из рода карпатских знахарей поможет вам исцелить ваше душевное состояние и изменить вашу судьбу. Сохранит семейный очаг, вернет любовь и подскажет, как решить ваши проблемы. 718-844-28-35 Я Менахан Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов автовария. Мой адвокат. Мой адвокат. Юрий Прахин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. Внимание Фидели Скер напоминает, не забудьте о медицинской страховке. Правила продления изменились, бездействие грозит потери покрытия. Фидели Скер готов помочь сохранить качественное медицинское страхование. Слушайте новости от Фидели Скер на Дэвидзен Радио в полдень 16 июня. Дорогие друзья, я депутат горсовета Ари Каган, убедительно прошу вас поддержать мою кандидатуру на предстоящих первичных выборах в республиканской партии во вторник, 27 июня. Округ номер 47, где я выдвигаюсь, включает районы Seagate, Coney Island, Warbus, Beach Heaven, Gravesend, Best Beach и Bay Ridge. За минувшие 18 месяцев я и сотрудники моего офиса оказали помощь тысячам жителей Южного Бруклина. И я надеюсь, что мы заслужили вашу поддержку. Спасибо вам огромное. Продолжаем программу «Рикошет» в прямом эфире. Телефон 718-303-90-90. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Семен. Я благодарю вас за то, что вы пригласили сегодняшнего гостя. Действительно подписываюсь за каждым его словом, что он сказал о Трампе. Единственное хочу сказать и услышать от него. Система, которой сегодня существует, голосование, никогда республиканская партия не выиграет. Никогда. Неважно, кто будет. Надо сделать четкую систему. Первое, нужен праздник. Нужно же нерабочий день. И нужно, чтобы голосовали только граждане Америки. И чтобы были представители с обоих сторон на депутатском, на месте голосования. И ни в коем случае никакое заочное, никакое электронное надо прийти и проголосовать. Кто не может... Так, Семен, а как же изменить это? Для этого же нужно одобрение Конгресса. Как его получить? Так вот, пусть республиканцы и занимаются этим. Это самое главное. Вот что должны сделать республиканцы. Поменять правила. И правила должны быть жестокие. Это должен быть не рабочий день, а праздничный день. Чтобы все пришли с семьями, с детьми, с музыкой, с танцами. Совсем. Спасибо. Семен, спасибо большое. Борис, вам есть что добавить здесь? Пожалуйста. Ну, во-первых, замечание правильное. Но оно трудновыполнимое по главной причине. Для того, чтобы закон был принят, надо, чтобы две трети голосов в Нижней Палате, конгрессмены проголосовали и в Верхней Палате сенаторы проголосовали. Учитывая, что если мы сможем набрать эти две трети в Нижней Палате, потому что у нас сегодня большинство, Пути не значительное, но относительное большинство в Нижней Палате, мы не сможем набрать две трети в Верхней Палате, потому что сегодня там большинство республиканцев и демократов. Поэтому это невозможно. А вы правы в том, что, во-первых, действительно надо было выбрать один из дней, но есть этические группы, которые не признают это. Например, христиане в воскресенье считают, они должны ходить в церковь, и не надо их занимать этими делами. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить об обязанности, я вам скажу. В западной цивилизации есть одна единственная страна, которую называют Австралия, где голосование является обязанностью. Если кто-то не придет голосовать, он будет наказан. Там штрафы, довольно серьезные штрафы. Вот такой вопрос тоже существует. Но это вопрос для дискуссий. Есть ощущение просто, Борис, что вот сейчас все уперлись, знаете, в действующую систему, и никто ничего на самом деле не хочет менять. На самом деле есть много предложений. Вы озвучили одно из них, но есть другое предложение, например, выдавать тем, кто должен или, как вы говорите, обязан голосовать, или кто может голосовать, какой-то ID для человека, который голосует, как voter ID, да? Да. И человек с этим ID непосредственно может прийти и проголосовать. Не driver's license, не какие-то другие документы по рождению или так далее, а вот именно ID для голосования. Нет, вот тут есть одно но. Начнем с самого главного. Кто имеет право голосовать? Первое – это гражданин Америки. И второе – чей возраст 18 и выше. Вот, два параметра. Больше нету. Поэтому достаточно зарегистрироваться для голосования. И все, вы будете получать приглашение на выборы. Понимаете? И когда вы приходите голосовать, вы обязаны были бы, чего мы хотим, республиканцы, предъявить удостоверение личности. Потому что у нас, к стыду нашему, в Нью-Йорке по сей день тысячи мертвых, которые еще в списке городской избирательной комиссии, получающие приглашение на выборы. Поэтому не случайно был случай, когда пришел гражданин на избирательный участок, проголосовал и говорит, я бы хотел узнать, моя жена проголосовала или нет. Вы можете сказать? А сотрудница этого избирательной комиссии говорит, сейчас я посмотрю. О, да, два часа назад ваша жена проголосовала. А он говорит, ой, как жалко, что я с ней не встретился. А он говорит, а почему? Она говорит, умерла 10 лет назад. Представляете вы? Кто-то за нее пришел и проголосовал. Вот вам пример. Понимаете как? К стыду вы правы. Избирательная система нуждается в реформах, капитальной реформе. И, к сожалению, кто-то заинтересован в том, что не трогать эту систему. Пусть она такой останется. Потому что она их устраивает. В этом вся проблема. У нас очень много телефонных звонков. Давайте примем еще один. 718-303-90. 90, пожалуйста, представьтесь и говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Лев. Огромное спасибо вашему гостю. Я с ним согласен на 500 процентов. Вы знаете, вот женщина позвонила, этот Игорь, еще некая Ирина. Это люди, которые хотят повесить Трампа. Ничто не сделает, чтобы промыли мозги. И пусть вас гость приходит как можно чаще. Спасибо. Будем учитывать это. Спасибо большое. Еще один телефонный звонок. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Добрый день. Меня зовут Наума. Я хотел вот такую вещь отметить. Что если вместо Трампа пойдет какой-то другой номиней от республиканской партии, он скорее всего не пройдет. Потому что он будет зависеть от финансов. А финансы республиканской партии в руках Митчи Маконова. Митчи Маконова не пропустит консервативного номинанта. Он это показал во время прошлогодних ноябрьских выборов, когда он зарубил корню представителя Нью-Хемпшира, Сенат, Лейк от Аризоны и других. Но в то же время он обильно дал деньги Маковской, которая постоянно выступает против консерваторов республиканской партии. Республиканцам надо до выборов разобраться с руководителем Сената. К сожалению, в ноябре за него проголосовало 80% республиканцев. Это такие же, я не побоюсь этого слова сказать, коррумпированные республиканцы, как и Митч Маконова. Он слил республиканскую партию вместе с демократической партией. Фактически. Так что до выборов надо срочно разобраться с руководством республиканской партии, чтобы освободить финансы, направить их в нужное русло. Давайте по вопросу. У меня просто комментарии. В этом я за Трампа, потому что он не зависит от денег, которые могут не поступить в его предвыборную кампанию. Он имеет свои деньги и он, по сравнению с другими, он доказал, что он очень-очень хороший кандидат. Один из лучших. Я возражаю вам, напомню, что Дональд Трамп не потратил из своих денег ни доллара на предвыборную кампанию. Это просто так. Чтобы вы просто знали... Ну, я таких денег не имею, если вы имеете, хорошо, можно это посмотреть, но просто это, я бы сказал, свое видение на то, что может произойти, если консервативный номинант выйдет на финишную прямую. А Трамп доказал, что он очень-очень приличный президент был. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Еще один телефонный звонок, 718-303-9090. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я бы хотела сделать такое примечание к Борису Пинхусу. Дело в том, что Пампео месяц тому назад сказал, что он выбираться не будет. И он выступил, я слышала его, что он будет... Простите, кто сказал, Трамп? Нет, я говорю о Пампео. О Пампео. Да. И я считаю, что сильнее Трампа нету никого из этой всей компании. Все, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Борис, если у вас есть что прокомментировать из этих звонков, пожалуйста. Он в списке центрального штаба нашего в Вашингтоне, республиканской партии, Пампео еще там. И он выжидает. Если будет большое давление на него со стороны не только избирателей, но и доноров, он выставится. Он выжидает. Вот этот ответ на вопрос о том, что Пампео... Да, он ни разу отказывался, но это не значит, что он не будет. Он правильно делает. Он ждет, кто и насколько его оценит. Вот это самое главное. Но тут еще такой момент, я думаю, вы поддержите. Есть определенные силы в самой республиканской партии, которые не хотели бы, чтобы Дональд Трамп пошел, правильно, на эти выборы. И поэтому они пытаются поддержать других кандидатов. Да. Это правда. Это правда. Мейнстрим, кстати, не очень благосклонен Трампу. Я вам приведу пример. Линдси Грэм. Это один из выдающихся сенаторов у нас. Большой друг Трампа. Сколько раз он его выручал. И вот тем не менее, вы посмотрите, как они расходятся по вопросам Украины. Линдси Грэм. Это величайший друг Украины. Только что вернулся из Киева. А это тот самый, который не раз выручал Трампа. Вот они расходятся и не только на Интегрэм. Сам наш спикер, Кевин Маккарти, очень осторожен. Он болезненно воспринимает молчаливую реакцию Трампа по отношению к войне в Украине и по оценке Путина. Очень болезненно. То же самое относится к ряду известнейших конгрессменов в Нижней Палате. Поэтому говорить о том, что Трамп будет иметь поддержку в мейнстриме наших лидеров, республиканцев, не надо торопиться, не надо спешить. Посмотрим. Давайте поживем немножко и увидим. Идем дальше. 718-303-90-90. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Здравствуйте. Сейчас убираю звук. Яков из Калифорнии. Я уже где-то чуть ли не два месяца как пытаюсь. Спасибо, что взяли. Было затрону... Алло, вы слушаете? Да, да. Мы вас слышим очень хорошо. Продолжайте. Да, хорошо. Значит, затронуто было очень много тем, даже не знаю, на чем даже остановиться. Но Трамп уже не хочет... Остановитесь на чем-нибудь, только, пожалуйста, покороче, если можно, ближе к вопросу. Да, да. Ну тогда я... Давайте тогда отначить. Ну, допустим, вот опять же о Трампе буквально несколько секунд. Ну, столько наговорили, но... Причем я не хотел бы в эту дискуссию вступать, но здесь же и вы отметили, что очень много отрицательных, я тебе скажу, заодно то, что он программу, который начал на два месяца позже, программу ковида, здесь, когда эпидемия, обосновывая тем, что это где-то там, если бы он прислушивался к мнению специалистов, так это было бы еще хуже. Это напоминало Трофима Денисовича Лысенко и так далее. Вот заодно это, сотни тысяч только на это. Можно было еще провергать, и опровергать, и опровергать. Но уже сами-то сказали... Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарен... Видимо, у нас прервался, я прошу прощения, у нас прервался телефонный звонок. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Игорь Ильич, увлеканец из Бруклина. Я очень благодарен Борису Пинкосу за его комментарии и как бы подписываюсь под каждым словом. Но у меня есть два тоже комментария по поводу его выступления. Значит, был вопрос задан, что республиканцы делают для того, чтобы улучшить, чтобы не было обмана на выборах, то, что было в 2020 году. И он не ответил. Он сказал, что надо сделать вот это, надо сделать это, надо, чтобы голосовали с ID, или кто имеет право голосовать, чтобы были, значит, и чтобы по почте не голосовать. Но конкретно, что республиканская партия делает, конкретно в этом плане, это первый вопрос. Второй вопрос. Опять-таки, одну секундочку, я прошу прощения, закончу. Второй вопрос. Я считаю, и Трамп призывал к этому, что надо республиканской партии больше работать с молодежью. То, что делают демократы, так как молодежь голосует за демократов, а не за республиканцев. То есть у них больше, эта работа лучше поставлена, чем у республиканцев. Это один момент. Второй момент насчет Трампа. Я с ним кое в чем не согласен. Конкретно в том, что он не поддерживает, не собирается поддерживать Украину, чтобы она выиграла у этого фашистского путинского режима. Но в то же время, я считаю, что Трамп единственный кандидат на сегодняшний день от республиканской партии, который сможет выиграть выборы, победить демократовую вот эту вот социалистическую, я не знаю, сказать, сволочи, если это удобно. Но только он сможет. Больше такого напора, такого религия. Спасибо, спасибо. Вопросы ясны. Спасибо большое. Борис, мы хотим поставить вас к стенке, чтобы вы нам объяснили, что конкретно вся партия республиканская делает. Отвечайте, пожалуйста, за партию. Вот я когда сказал, что надо сделать, уменьшить, ввести к минимуму голосование по почте, это раз. Голосование с предъявлением удостоверения личности, это два. Это то самое, что сегодня пытается наша нижняя палата протащить в Конгрессе. Без этого невозможно сделать, господа. Вот это я имел в виду. То, что я говорю, что надо сделать, это значит делается. Это значит повестки дня нашей республиканской партии в Конгрессе. И мы, знаете, активисты, мы пытаемся лоббировать, напоминать, писать письма, говорить об этом при встречах. Вот это. И просим вас это делать. Обязательно. У вас есть Google. Вы можете выйти на Google, на республиканскую партию, выйти на того конгрессмена, который представляет ваш округ, писать ваше мнение. Это раз. Во-вторых, вот когда будут выборы 27-го числа, первичные выборы, вы имеете право на обратной стороне бюллетеня ввести свое предложение. От руки написать, что вы хотите. Имейте в виду, ничто не пропадает. Все это учитывается, аккумулируется, все это перерабатывается на двухпартийной основе. Вот так вот. Предложение, касающееся работы с молодежью. Это на самом деле предложение звучит, ну, я помню, уже 3 или 4 года. Много лет, да. И несколько лет назад, опять же, говорили о том, что демократы хорошо работают с соцсетями. Facebook поддерживает, YouTube и так далее. Работают, как могут. А республиканцы крайне слабо. Вот что вы можете сказать об этом? Ну, вот сейчас смотрите, спасибо Алану Маску, который сегодня восстанавливает нашу первую поправку. Когда даже Трампу было заблокировано посещение Твиттера, вы помните? И вот сегодня, когда Алан Маск завладел Твиттером, он дает возможность людям высказываться. Это дорога любому, в том числе и молодому человеку, который может сказать то, что он думает. Вот это. И сам фактор возраста Илона Трампа, который за консерваторов, за Трампа, за десантица, за нашу республиканскую партию, она уже привлекает, привлекает к партии ту молодежь, которая очень аполитична. Речь идет о студентах. Вы посмотрите, что творится у нас в университетах-колледжах. Вы попробуйте в шапке мага появиться в кампусах того же Колумбийского университета, НВАЮ. Да вам голову снесут вместе с этой шапкой. Вы понимаете, до такой степени все до маразма доведено. Это либеральное движение среди студентов. Это печально, это тревожит, это беспокоится наше будущее поколение. Поэтому за эту молодежь надо драться, надо бороться. Первая это, первая поправка, добиться того, чтобы каждому, кто хочет высказаться, было дозволено говорить. Неважно, где он это говорит, в любом университете, в любом колледже. К сожалению, сегодня этого нет, благодаря демократам. Я не уверен, если у нас есть еще минута на телефонный звонок, пожалуйста, дайте нам звонок в эфир. Добрый вечер, как вас зовут? Борис. Борис, добрый вечер, мы слушаем вас. Я бы хотел на Артема выйти. Да, пожалуйста, вы в эфире, задавайте вопросы. А, я в эфире, окей. Алло. Да, мы вас прекрасно слышим. Да, алло, приветствую вас. Меня зовут Борис, да. Я бы хотел высказать вот какую мысль. Мне кажется, это очень-очень важно. В каком смысле? Поскольку здесь в основном все выступают. Те, кто болеет за республиканскую партию, за то, чтобы выиграл республиканский кандидат, нужно обязательно, обязательно, чтобы все поняли, что главный вопрос, пусть даже не в том, какой кандидат будет. Это важно, но в конечном итоге, в самом конечном итоге, важно, чтобы выиграли республиканство. Это означает, что правило должно быть таким. Кто бы ни был представителем этой республиканской партии, которая будет выдвинут на конгрессе республиканском, на премьерис, нужно обязательно голосовать за республиканского выдвиженца. Кто бы ни был. Спасибо, Борис. Мысль понятна. Спасибо большое. Я думаю, что ваша мысль – прекрасное подведение итогов нашего сегодняшнего эфира. Я благодарю всех, кто сегодня принял участие в эфире, кто слушал нас, кто оставался вместе с нами эти два часа. И большое спасибо нашему гостю Борису Пинкусу, представителю республиканской партии, который провел это время вместе с нами. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника, услышимся в программе «Рикошет» на Дэвидзен Радио и увидимся через несколько минут в программе «Пульс дня» на РТН.